здравствуй зритель привет добро пожаловать продолжение прохождения драгон строг мы и панса увидев как я с тобой здороваюсь снова бафает мне меч мы стоим в гостинице я вернул панси лечение заклинание лечения без которого мне было не очень комфортно путешествовать и мы продолжаем наше движение по квестам что этот парень хочет мне сказать хотите узнать больше о ведьме слухов много в последнее время в основном о том что она говорит с драконом и кшается с ним точнее как говорят некоторые заявляют что это она призвала дракона эту реплику мы уже слышали да давай посмотрим наш квест с ведьмой незримый ужас пока придется отложить убийцы грифонов хотелось бы продолжить но я не знаю как идти к этой башне поэтому пока охота на видим селену хотят наказать за и якобы ее якобы злые делишки отправляйтесь в ведьмин лес и удостоверитесь что с ней все хорошо он мне говорит вот он стал сразу красным да и что он тоже самое будет говорить да сейчас собирают отряд на поиски ведьмы но очевидно наверно нам не стоит присоединяться к этому отряду потому что в квест говорит удостоверитесь что не все хорошо я так полагаю что нужно рвануть напрямую к к ней и может быть помочь ей все таки они тому отряду который отправляется на поиски может быть те ребята помнишь мы выходили из город с прошлым квестом и какие-то люди стояли на башне совершенно разношерстного вида но явные бойцы и вероятно может быть это был синематик именно от этого квеста нам показали группу людей которые идут просто линчевать ведьма да посмотрим теперь на карте куда нам показывают да ведьмин лес и наверное мне будет проще сейчас рвануть сюда в касардис чтобы отсюда быстренько пробежаться уже знакомым путем давай так и сделаем я по возможности постарался облегчиться но на уровень легко я уже не вышел уж не знаю чем я набрался сделал еще несколько взрыв флаконов я их скрафтил сам оказывается они из мяса зомби крафтится соединяется с разными предметами с камушками в первую очередь разными также я сделал себе трактат раскалывающее копье уже не помню из чего наделен силы расколоть саму землю и древние книги которые я скрафтил из других книг объединением вызывают дух посмотрим попробуем все это использовать так что я хотел да я хотел использовать камень перемещения и отправиться в касардис чтобы уже оттуда бежать ведьмин лес теоретически эта прогулка уже сложной быть не должна для меня заяц еще немножко для квеста очень много мне зайцев нужно поубивать некоторые квесты очень злобные в этой игре остальные смотри просто один просто исчез как будто сквозь землю проводился видимо в норку залез она побежали и на дороге лютуют гоблины а это засада мини квест ну ладно еще один фрагмент разлома очень просто выполняется это задание ну ладно сколько мне там опыта насыпали я не успел разглядеть буквально халявный опыт стоит ли мне забегать в лагерь или просто его обогнуть вряд ли я найду что-то там интересное для себя да просто обходим пособирать травы ягоды было бы очень здорово если в игру какую-нибудь там не знаю лошадку для таких путешествий добавили и нам сюда до тропа манамия сейчас будут волки все-таки я не очень счастлив вот именно такой схеме игры всегда на одном месте одном те же мобой невозможно просто расчистить локацию и вот даже сейчас да я достаточно подросший по уровню и и вот эта вся живность на меня агрится хотя возможно и есть какой-то способ избегать их может быть как-то идти стороной не по не напрямую не по дороге но все панца пойдем или нет они тебя пытаются все-таки до достать надоедливые по крайней мере фрагменты разлома падают а где-то здесь же был виноград я точно помню а он хорошо хилит и хп стамин уже восстанавливает да ладно бог с ним нам еще через ведьмин лес топать вот там может быть поставить камень перемещения хотя я думаю уходим 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 панца прячься сейчас тебя зашибет а нет камень не докатывается он там раз просыпается да это хорошо все пошли хватит хилиться ты почти полный на чем там говорил что в ведьмин лес поставить камень перемещения но кристалл перемещения но наверняка туда не так часто придется возвращаться поэтому может быть смысла и не имеет все промазал не очень хорошо его зацепил но эти разбойники тоже сейчас уже мне не соперники разбираются очень здорово но наверняка они же деньги должны ронять ничего не они возможно связано с тем что я по уровню уже выше них дроп как-то ограничен судя по броне это главный из разбойников да я же опять не поменял свой удар хотел попробовать новый ну ладно маленький мешочек монет еще один попробуем а нет уже не получится хотел хотел попробовать стороной обойти а если разбойника швырянуть в другого разбойника не попал не получилось а вот так вот они нет не ваншотаются все таки ну ладно что со мной сегодня наверно просто слишком обрадовался тем что противник слабый и в итоге начинают начинают дурковать делать глупости хорошо просто идем вот здесь целая пачка разбойников пойдем обойдем по краю не надо их агрить постараемся пройти так чтобы не зацепиться с ними не тратить на них время иначе опять очень долго будем пробираться а пошел по краю нарвался на волков замечательно но с ними по моему все таки полегче ну ладно уже тогда идем прямо через стан волков через место где проживает это стан волков и ух ты он даже меня ухватить умудрился если я помню вход ведьмин лес уже совсем рядом все можно топать огонь погибет для волков панцы иногда удивляются глубокомысленными замечаниями да мы входим в ведьмин лес и теперь как здесь лучше идти наверно просто по дороге тут помнится были пауки призраки но мы сюда пришли днем что наверное очень облегчит нам путешествие кабаны наверху панца подсказывает что эту речку пересекать можно без боязни по карте попробуем сориентироваться ага ведьмин лес весь как бы покрыт туманом или это потому что у нас область как бы не открытая но мы же здесь ходили ранее да нам сюда ладно просто топаем примерно в направлении здесь разветвление пошли так по верху не хочу туда везти в этот маленький каньон по моему именно там пауки и будут ворон не схватил с кем ты там зацепился а надо же и волки и гоблины в лесу ведьмином я не помню чтоб они здесь были но возможно они не появляются по ночам идем дальше если гоблины идти не помешает панца пошли не надо там лутаться ух ты сундучок и отлетающий от заклинаний панцы волк ах а мы здесь вообще пройти можем ли и нет мы явно не в ту сторону повернули да нам не сюда нам как бы вон туда по направлению надо черт возьми значит не там свернули только еще раз попробую сориентироваться вот туда мне нужно идти даже даже вот вот сюда да значит мне нужно было идти по верху а здесь если я пойду я свалюсь да мне вот туда хорошо пошли панца искать путь наверх не туда я тебя завернул а получается ведьмин лес это достаточно большая локация вон еще сундучок я хочу его забрать смогу ли я здесь запрыгнуть не очень получается а панца здесь пытается карабкаться сундук что в нем мантия мага так отдать панце и ну она хуже чем то что на него надета сейчас поэтому не будем переодевать его ржавый меч и нам сюда вниз да надо как-то спуститься грохнуть же сейчас ну нет очень удачно моя пешка вот тоже спрыгнул хорошо и какая-то паутина прилетела это пауки да да вон они в кустах сидят панцу покусали все таки куда нам дальше двигаться по-моему вот так да вот хижина и смотри уже лютуют нет это не те ребята которых мы видели это стража вместе с с какими-то крестьянинами ну что я теперь буду уничтожать стражников что ли так получается ух ты а это что и смелые линчеватели тут же дали стрекача так так но я то не пришел не хотел ведьми ничего плохого делать у меня теперь с ним разбираться да ладно я хотел попробовать всякое начнем раскалывающего копья и что раскалывающего копья никакого эффекта не увидел ладно старый добрый проверенный взрыв флакон ой как будто бы вообще не на не наносят урона да а чем же его бить у него какие-то точки светятся на теле да вон на ноге на руках и видимо в эти точки нужно попробовать ударить ничего себе он лазерным лучом стреляет из глаз точки вот на этой ноге соответственно соответственно так вот сейчас урон прошел совершенно незначительный попасть туда взрыв флаконом мне не удается я думаю слюна дракона и нож тоже не сильно помогут попробуем использовать духов мне нужно лечиться но но если я прав и бить нужно в эти точки да судя по всему я прав урон проходит совсем грошовой вот вот по голове хорошо прошел можно попробовать все таки взрыв флаконом попасть главное что он не зацепил подождем пока он попытается ударить наклониться и в голову ему сразу а промазал я пошатнулся и взрыв флакон был уронен мною в мой кармашек давай ударить наклонись снова промазал попробуем закарабкаться на него и бить прицельно в эту точку куда куда не вперед назад на спину лезем так да вот так хорошо а если на голову вообще забраться у меня наверное стамины не хватит да до головы добраться и я не могу отдыхать ладно в целом понятно он вроде бы не очень сложный атаки медленные поэтому просто безо всех этих ухищрений без траты взрыв флаконов бегаем бьем по точкам фанса а ты что там наверху делаешь ты с кем тут иди помогай или он просто испугался и оставил меня героически сражаться в одиночестве давай ударь и наклонись нет слишком близко я к его руке меня шатает ох ничего себе что он умеет ну ка еще один амулет завоевателя и подхилимся и подхилимся медленно но верно а если по руке бить она может быть отвалится в какой-то момент в общем то как и в дарк соус да стоим за боссом и бьем его планомерно а а а мне кажется или . становится более блеклой когда я по ним долго бью и соответственно со временем эта точка может вообще исчезнуть таким образом это уязвимое пятно пропадет и мне придется бить по другим было бы интересно если бы сделали так да смотри она пропала зато пятка есть и в руку а панса так и сидит там хоть беги за ним и тащи его сюда попался под раздачу что упадешь Продолжение следует... 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 А, я даже просто не прыгая достаю до ладошки. Наверное, лучникам, да? Очень хорошо против голема сражаться. Давай-давай, ладошку покажи мне. Не ножку. А, ладошку. С ним снова какие-то изменения происходят. Попал. Еще раз попал. Еще раз попал. Совсем всего ничего осталось. Хм. Так, мне нужно Немножко здоровья восстановить Так как же мне Зацепить тебя Есть Хочу сильным ударом попасть Но он слишком медленный Я не успеваю Поймать его руку в нужном месте Вот вроде бы Вроде бы туда куда надо бью Подверни как-нибудь руку Ох, что началось такое Да, значит Напоследок нужно оставлять какую-то Более легко достижимую точку И когда он падает Бить не в голову, а вот в руки, в пятки Что-то такое, что Позволит его добивать Более комфортно, представляешь Если бы у него еще на пятке осталась Это последняя точка Что бы я делал Пришлось бы ждать, когда он топает Бить Но в целом понятно, как убивать големов Вроде бы и не сложно Внизу в дереве есть какая-то калитка Которую в прошлый раз я не заметил А, вероятно, это потому, что Это его останки, да? Я что-то здесь подобрать могу А это вероятно, потому, что Он как раз прикрывал Здесь сидел и прикрывал Нам показали, что нужно сюда Но я хочу зайти все-таки сначала в дом Ведьмы Посмотреть, что я могу Там Подналутать себе Здесь, по-моему О, ведро Собираю, потому, что Может быть, мне пригодится еще Какой-нибудь шлем прокачивать Это ведро не берется Так, сундук Кольцо багрянца Что за кольцо? Магическое кольцо Поблескивающе красным Повышает сопротивление Элементу огня Ладно Пока сейчас не бог весь как нужно Но в дальнейшем Кирка мне не нужна А вот травы Я не побрезгую Много потратил на битву с Огром Ээээ, с Огром Что я все время этих Огр Вспоминаю С големом Зелья И все Больше я здесь Ничем не разживусь Ладно, пошли вниз под дерево В прошлый раз у меня была версия Что никакая это не внучка ведьмы А самое что ни на есть Сама ведьма и есть Что ни на есть и есть И просто она Не желая Общаться Со Всякой пришлой деревенщиной В лице Свежевоскресшего Просто Зашифровалась Но Сейчас-то мы ее на чистую воду Наверняка выведем Мешочек Заходим Ух ты Я как раз думал Стоит ли мне Здесь камень поставить И у меня теперь есть второй запасной Но я пока не уверен Посмотрим Как сейчас все пройдет Если мы с ней подружимся Может быть она что-то нам продавать будет Тогда да Будет иметь смысл Сюда камень воткнуть В противном случае У меня масло кончилось Где мой фонарь Здесь надо бе Не понимаю Попробуем его снять И посмотреть Ага В инструментах Добавить масло У панца заберем Нет, свое Немножко полегчаем Вообще Было бы здорово Если бы масло Добавлялось само Если оно есть в инвентаре Так Мы просто прошли через дерево И вышли в другой части леса Что нам карта говорит Ух ты Это сюда ведьма убежала Нам теперь Топать за ней Возможно Имеет смысл Все-таки Полутаться Потому что Мало ли что там дальше Да Может быть Этот голем Это не единственное Что есть у нее В рукаве Наверное Не стоит Разбегаться В разные стороны Идем просто по дороге Кабан Прямо-таки Идиллическое И мирное Место Идиллическое Я сказал Что это означает Так А мне куда Наверное сюда Поворачиваем по тропе Да Вроде бы маркер Продолжает вести В нужное место Ага Вот ведьма Сундуки И кто-то еще Сначала полутаемся Камень перемещения Отлично Еще один И плач алхимика Все А вот теперь побеседуем С кем начнем разговор Ну наверное с ней А это кто вообще Так значит ты воскресший Это может прозвучать Немного неожиданно Но мне хорошо знаком Путь в котором ты идешь Видишь ли Я сама когда-то была воскресшим Слушайте Тут воскресших На каждом шагу Плюнь да попадешь А эта девушка Селена Была моей пешкой Ага Она не внучка Она пешка ведьмы Душа воскресшего Неизбежно влияет На его последователя Со временем Пешка приобретает Облик воскресшего Ух ты Это дарование души Так я назвала это Я не сразу поняла Всю суть Этой передачи Когда впервые Заметила ее Но взгляни на Селену Посмотри как она Похожа на меня Я молюсь о том Чтобы она вскоре Зажила жизнью Настоящего человека То есть Панца Когда-нибудь Станет Похож на меня Длинный и тощий Года Года и опыт Разделяют нас Воскрешен Я уверен Ты внемлишь Моим словам Селена уже Не просто пешка Она жаждет Получить право Самой управлять Своей жизнью Быть свободной От чужой воли Если ты сможешь Помочь ей в этом У нее еще Может быть Будущее Ну-ка А что нам Пешка Селена Расскажет Прошу прощения Воскресшая Тебя затянуло В мои неприятности Не по твоей вине Некоторая часть Меня давно знала Что я на самом деле Пешка Я не старею И не умираю Как другие И принимать собственные решения Мне было всегда Трудно Грант подарила мне Часть своей собственной души Мне никогда Не отблагодарить ее За такую доброту Поначалу я не знала Что делать С таким подарком Но теперь я встретила тебя Моя метка пешки Да, теперь я понимаю По правде говоря Я уже давно так думала Пути пешек и людей Очень близки Я могу жить по-настоящему Могу быть человеком Ты можешь, Селена Дарование души Наделило тебя Моим сердцем А ведьма Похоже просто призрак Да теперь По мере того Как ты узнавала мир Ты наполняла это сердце Своими собственными чувствами Пешки Всего лишь тени жизни Обреченные на вечное скитание В разломе Но скоро ты освободишься От этого бесконечного цикла Тогда твои мысли Будут принадлежать тебе одной Тогда ты будешь выражать Своё собственное мнение Моё собственное мнение Я бы хотела быть с тобой Задание выполнено Это что? Это ведь могила получается Этой самой Селены Простой могильник Отмечающий захоронение Имя погребенного стерлось Ну наверное да Что она мне теперь скажет Пожалуйста воскреши Скажи что я могу остаться В твоей деревне Под твоей крышей Мне очень нужно место Где бы я чувствовала себя В безопасности И я могу отдать ей Какой-то предмет Лавровый лис Мне самому нужен Грансийская трава Мне тоже нужна Путь душистой с юга А что это даёт? Травы А для варки пива Хорошо Вот всегда пожалуйста Я не понял Что дальше? Как будто бы Пожалуйста воскреши Скажи что я могу остаться В твоей деревне Под твоей крышей Травы А для варки пива Вот сюда пожалуйста И опять Ну-ка ещё раз Ладно Бог с ним с лавровым листом Я не могу понять Да Похожий квест Уже выполняется Потому что я сварил То пиво Которое там Мне в городе Поговорили А что По По карте Ни-ка Карта мне Чего Куда Говорит Идти Область Да Меня ведёт Снова в Гранд Сорен А Наверное у меня Задания Другие выставились Ну-ка Посмотрим Да Охота на ведьм Завершилась Вы разобрались С беспорядками И Селена Благополучно Отправилась В Кассардис Награда получена Всё То есть я здесь Получается Больше ничего Не могу сделать А ведьма Что с ней Сундук Знак химеры Ух ты А вот если бы не обошёл бы дерево Но я собственно обошёл Потому что хотел посмотреть Куда мы можем двинуться И видим что здесь Всё Внизу что-то светится Но если я спрыгну Я же обратно не заберусь Да Это возможно Какая-то другая часть Ведьминого леса В котором Я уже даже побывал Да Я помню был какой-то такой Закуток Хотя вряд ли это Ладно Так Что дальше делать Она говорит Позволь остаться В твоей деревне И я не совсем понимаю Что это значит Имеет ли смысл Мне сейчас Здесь воткнуть Камень Ну ладно В крайнем случае Сюда прибежим И камень воткнём Я лучше его сберегу Попробуем Тягануть вниз Посмотреть что это Здесь у нас Это просто один из Амулетов Который она расставляет По лесу А Ещё сундук Отлично Хорошо что спрыгнули Не низк Какой-то Но это ведь Судя по всему Посох Для панцы Попозже его Поглядим Что ещё И как отсюда Вообще выбираться Хотя может быть Разумнее всего Использовать Камень Перемещения Но это Наверное Та часть Ведьминого леса В которой Только лишь Через Этот Проход Под деревом И можно попасть И Поэтому Наверное Может быть И имеет смысл Здесь побегать В кромешной темноте И попытаться Найти что-то Ещё Интересное Да А как вернуться Вот Могила стража Да Мы вернулись И Она здесь Остаётся Ладно Не буду использовать Камень Перемещения Жалко Его тратить Давай Мы Сейчас Рванём Прямо В Касардис Нет В Касардис И попробуем Там встретиться С Селеной Вроде как Было сказано По итогам квеста Что она туда Направилась И если уже Её не найдём То рванём Опять в Гранд Сорен И посмотрим Что там дальше Нам какие квесты Подкинут По основной сюжетной линии А наверно На этом Зритель Мы эту Серию С тобой Сегодня Закончим Увидимся С тобой В следующем Выпуске Данного Прохождения Оставайся На канале Подписывайся Если ты этого Ещё не сделал И до скорых встреч Пока Пока